Что же делать владельцам старых машин, выпущенных еще при социализме, таких как Нева и Северянка? Сегодня я хочу вам представить замечательного помощника в машинном вязании – Большой Деккер. Не буду называть его Гартербаром, так как Гартербар – это все-таки запатентованное название. К тому же фирменный Гартербар имеет в комплекте дополнительные приспособления для облегчения пользования. Ну и купить его можно от 6 тысяч рублей. Наш Большой Деккер стоит от 100 рублей. Это стоимость составных компонентов в зависимости от его размера. Такой Деккер способен выполнять практически все операции, выполняемые профессиональным Гартербаром. Это переворот полотна для регулярного вязания лицевых и изнаночных рядов вплоть до платочной вязки, сборка полотна, прибавка петель внутри полотна, массовый перенос петель, хранение части петель для раздельного вязания, разнообразное переплетение косой ажуры. Использование широкого Деккера вместо вспомогательной нити экономит массу, времени и сил. Не все могут себе позволить фирменный Гартербар. К тому же он подходит только для определенного класса машин. Я покажу, как сделать его для своей собственной машины, какого бы класса она ни была. Всего за один час из применения минимального количества инструментов и расходных материалов мы получим свой универсальный инструмент, заменяющий бросовую нить и экономящий массу времени и сил. Сейчас я вам покажу, что же может наш с вами большой Деккер. Самая тяжелая операция, которая вызывает ужас у вязальщиц, это пересадка лицевой и изнаночной. При использовании простой вспомогательной нити, которой пользуются те, кто не имеет двух фантур, на то, чтобы снять, провязать, вспомогательной нитью несколько рядочков, снять, надеть обратные иголки, уходит 10-15 минут на один ряд. При использовании Деккера мы сейчас вместе с вами посмотрим, сколько времени у меня уйдет на пересадку вот этих петель. Первое, что я делаю, вынимаю нить из каретки машины, потому что у меня будет перевернуто вязание. И снимаю петли на мой большой Деккер. Это делается очень просто, поскольку Деккер сделан под расстояние между иглами моей машины. Это можно выполнять на абсолютно любой машине, абсолютно любого класса. Сняли. Переводим каретку на другую сторону, потому что я сейчас буду переворачивать вязание. Самый тяжелый момент, это надевание петель на иглы при переворачивании. Просто так надеть я не могу, потому что у меня вязание тогда пойдет не вниз, а вверх. Видите, как получается? Если я переворачиваю, у меня вязание получается сверху. В профессиональном гартер-баре есть специальные канавки и специальное устройство стопорящей иглы, чтобы они не болтались. У нас этого нет, поэтому мы делаем ту же самую операцию точно так же, как при использовании профессионального инструмента, но немножко больше внимания прилагаем. То есть я здесь должна следить за иголочками. Я слежу, что каждая иголочка наделась на свою петельку и проверяю. Если кто-то какая-то петля не наделась, я ее просто подправляю крючком, потому что, как я уже сказала, канавок направляющих у нас нет. Можно делать пошире расстояние на наших иголках, но, наверное, это не самый лучший вариант. Так, все наделись. Я просто вынимаю деки из вязания. Все, я вяжу следующий ряд. Вы смотрите, сколько времени я на этом сэкономила. Нитку вставляю в каретку и вяжу дальше. Лицевые и изнаночные, ни одна петля не упущена. Вынимаю нить из каретки, потому что у меня будет перевернутое вязание. Снимаю петли на мой большой декер. Это делается очень просто. Одним движением. Перевожу каретку на другую сторону, потому что вязание будет перевернуто. И выполняю переворот вязания. У меня нет вспомогательных канавок, которые помогают при надевании игл. И нету стопорящего инструмента, который держит иглы, чтобы они не болтались в сторону. Поэтому делаю эту операцию очень внимательно и аккуратно. Надеваю петли. Просто смотрю внимательно, чтобы каждая петелька прошла через вязание. Особого умения здесь не требуется. Здесь просто немножко внимания. Я просто смотрю на иголки, куда они идут. Если все они сели, проверяю. Проверяю, все ли иглы заняли свои места. Если кто-то не попал, какая-то петля не попала на иглу, я ей просто помогу крючком. Такое случиться может, как я уже сказала, потому что у нас нет канавки и нет стопорящего механизма. Но, сами посмотрите, сколько времени у меня это занимает. Теперь я просто вынимаю мой деккер. Все, пересадка сделана. И вяжу дальше. Я сделала две пересадки буквально за минуту. Лицо-изнанка, лицо-изнанка. Прекрасно видно. Что же может деккер? Практически все, что может профессиональный гартер-бар. Сейчас я сделаю массовую убавку внутри полотна. Когда мы делаем массовую убавку подручными средствами, то есть используя стандартные деккеры, как правило, это 5-6, ну, максимум 7 игл. И для того, чтобы мне сделать массовую убавку внутри полотна, я пересаживаю петельки и просто сдвигаю в одну сторону петли и сдвигаю в другую. Занимает это очень много времени. Сейчас я это сделаю при помощи большого деккера. Снимаем все петли. Додвигаем немножко иглы, чтобы они не болтались, потому что у меня нет вспомогательного стопора. Надеваю деккер на иголки и начинаю снимать. Я буду делать убавку через 5 игл на 6-ю. Надеваем 1, 2, 3, 4, 5. На пятой игле я сейчас делаю двойную петлю. Сняла деккер, перевесила на одну иглу. Получается, что на одной игле у меня 2 петли. Теперь еще 1, 2, 3, 4, 5. Перевешиваю деккер. Делаю дальше. 1, 2, 3, 4, 5. Перевесила деккер. Продолжаем. 1, 2, 3, 4, 5. Насколько это быстрее? 1, 2, 3, 4, 5. Ну и тут последняя иголочка, я ее перевешивать не буду. Я убрала 4 иглы. Вы видите, сколько времени мне это занимает. Продолжаем вязать. Сейчас я хочу вернуть мои 4 иглы на место. Для этого мне нужно сделать массовую прибавку внутри полотна. Точно так же. Делаю все то же самое. Снимаю все иголочки, все петельки на мой большой деккер. На замечательный большой деккер, который подходит точно к моей машинке. И начинаю надевать обратно петли. Но на каждой шестой игле я делаю пробел. 1, 2, 3, 4, 5. Шестая игла у меня будет пустая. Перевешиваю деккер в сторону. 1, 2, 3, 4, 5. Перевешиваю его в сторону. 1, 2, 3, 4, 5. Невероятная экономия времени. Перевешиваю в сторону. 1, 2, 3, 4, 5. Достаю обратно 4 иглы, которые я убрала. Перевешиваю в сторону. И вот эти 3 иголки последние. Сделала массовую прибавку внутри полотна. Теперь что мне нужно? Не нужны мне ажуры, я их закрою протяжками из нижней петли. Если мне ажуры нужны, оставляю их как есть. Потому что у меня задача сейчас совсем другая. И вяжу дальше. Убавки массовые сделали. Сделали перевороты. Что же еще может наш чудный деккер? При его помощи я могу сделать пересадки петель. Малые косички внутри полотна. Если я буду это выполнять при помощи деккеров одноигольных, на такое количество игл мне понадобится минут 5. И масса внимания и сил. Я сейчас делаю перевитие всех игл моим волшебным деккером. На это уйдет совсем немного силы, совсем немного времени. Итак, навешиваем наш деккер на иголки и снимаем на петли. До конца, чтобы было удобно. И снимаем половина петель на деккере, половина петель на иглах остается. И моя задача всего лишь пересадить массово все петли на соседние иголки. Главное смотреть за тем, чтобы... Затем, чтобы все язычки были открыты, и аккуратненько навешиваем на каждую иголочку свою петлю. И так, смотрю, проверяю все на месте и снимаю. Сказочная операция, сделанная моментально. Посмотрите, сколько времени у меня это заняло. Ну, вот эту петельку я сейчас пересажу, потому что ей не нашлось пары. Она у меня сама по себе. Поэтому с этой стороны убавилась петля, с этой стороны прибавилась. За счет того, что мы сделали перевитие. Все, я сделала перевитие на всем ряду. Условление на это времени полминуты. Вяжем дальше. Такую операцию я могу производить буквально через ряд. Вы видите, что выполняется достаточно просто, легко. Я за все это время не спустила ни одной петли, не потеряли никакую петельку. Все очень аккуратно и очень быстро и просто. Очень интересно применение такого большого декера при изготовлении зубчатого подгиба. Если нам нужен простой зубчатый подгиб, значит мы сейчас его быстренько делаем. Очень просто это все выполняется. Настолько проще и быстрее, чем при использовании декеров. Вы сами сейчас убедитесь, как просто все это выполняется. Надели через одну иглу на декера, с машины на декер, убрали лишние иголочки и просто пересадили все петли на иглы. Главное смотреть за язычками. Сняли декер. У меня, видите, на одной игле по две петли. Все отлично. Ставим в работу все иголки и вяжем дальше. У нас получился зубчатый подгиб. Ажуры через один. Точно так же можно делать через два, через три, как угодно. Быстрые ажуры, зубчатый подгиб. Если же мне в процессе вязания нужно занять машинку какой-то другой деталью, а эту деталь я буду использовать через какое-то небольшое время, я не буду пользоваться вспомогательной нитью, я воспользуюсь большим декером. Я просто пересажу сейчас все петли на мой большой декер и поставлю на нем. Он вполне может хранить вязание в любое время. Ничего не произойдет. Вязание может полежать на этом декере. Как только я начну использовать вот эту деталь, я одену его опять на иглы и продолжу вязание. Я экономлю массу времени на этих операциях. Видите, насколько все получается аккуратно, быстро, ровно, красиво. Никаких усилий, никаких трудоемких операций, никакого массы времени у меня не тратится. Вот на все вот это у меня ушло буквально несколько минут. Вы представляете, сколько времени я бы делала вот эту деталь при использовании простых декеров. В несколько раз больше. Урок по созданию широкого декера вы можете купить у нас на сайте Изба Вязальни Рэп. Там же вы найдете массу бесплатных материалов, которые помогут вам вязать на машине красиво, быстро, просто. Если вам понравилось, нажмите нравится, поделитесь с друзьями и подпишитесь на мой канал в YouTube, чтобы получать уроки вязания на машине из первых рук. Я, Наталья Некрасова, жду вас на сайте Изба Вязальни и мастер-группе машинного вязания.